Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Мечты и цели, это может быть первым шагом к реализации. Или мечтать не нужно или нежелательно, или наоборот, чем больше мечтаешь, ну или часто, просто чем-то быстрее или охотнее сможешь реализовать то, что приближает тебя к этой самой мечте. Или мечта и реализация несовместимы в данном случае. Смотрите, что такое мечта? Зачастую мечта это фантазия. То есть, ну, вообще-то, любая мечта это фантазия. Фантазия от мечты отделяет, ну, пожалуй, только то, что мечта более-менее реализуема. Более-менее. Фантазия, как правило, нет. Фантазия нереализуема. То есть, я могу мечтать о том, что буду, например, больше зарабатывать. Я об этом мечтаю. И я фантазирую о том, что стану там, условно говоря, супергероем в параллельной, допустим, ну, вселенной, да? То есть, как бы, есть разница. Вот. Поэтому это нужно отличать. Одно от другого нужно отличать. Если вы мечтаете, то вы, ну, как бы, наверное, предполагаете, что то, о чем вы мечтаете, в принципе, вполне достижимо. Вот. То есть, это вполне, ну, как бы, реально. Ну, вот. Это вполне возможно. И, соответственно, если вы активно приближаете себя к реализации, то мечтать, то есть, ну, представлять то, что вы хотите. Может, конечно, дополнительно мотивировать. Но если вы ничего не делаете, а вот, или не активно занимаетесь, то мечта может стать более привлекательной, чем сами действия. Потому что в мечте уже все случилось. В мечте вы уже все реализовали. А в реальности еще нет. И поскольку фрустрировать, ну, вот, как бы, фрустрировать, да, из-за того, из-за того, что сейчас я чего-то не могу, тяжело. Но, вот, фрустрировать из-за того, что у меня что-то не получается, трудно, вот. Как бы, ресурсы, ну, ресурсов, ну, может не быть, да, скажем так. То проще будет именно мечтать. Такая вот история. Лично мне показалось, ну, как бы вот, исходя из того, что вы написали, лично мне показалось, что вам мечтать более приятнее, чем, ну, чем что-то делать. Нужно понимать, что когда я мечтаю больше, чем реально что-то делаю, я начинаю идеализировать. Идеализация, это, ну, очень, ну, идеализация может перерастать в самостоятельный вид деятельности, скажем так. И по итогу ничего хорошего для вас, как бы, здесь вот не будет. Понимаете, да? Какая, какая штука, ну, вот, ну, ну, неприятно достаточно, согласитесь. Вот. И, соответственно, это нужно учитывать, это необходимо учитывать. Опять же важен личностный смысл. То есть, ну, ну, мечта, да, без личностного смысла. То есть, что для меня это значит? Ведь мечтать можно по-разному. Вот. Мечтать можно по-тому, я об этом мечтаю, потому что, ну, потому что так правильно, например. Да? Я об этом мечтаю, потому что, ну, вот так оно должно быть. Да? То есть, ну, мне, мне, вот, мне так, ну, сказали, мне так объяснили. То есть, до меня так донесли, что мечтать, ну, как бы, да, это вот. Но об этом нужно мечтать. А я сам к этому, ну, вот, как-то не очень, да, то есть, я там, вот, к такому не очень, как бы, ну, предрасположен. Вот. Но я об этом уже мечтаю. То есть я этого хочу вроде как. Поэтому задайте себе вопрос, а что будет, если вы, если вы мечты своей не добьетесь, что произойдет тогда, что вы будете чувствовать? Потому что, если нечто ваше, именно ваше, то страшного от того, что она, ну, не осуществится, ничего не будет. Вы не, ну, не будете прям, прям так вот сильно расстроены из-за этого. Человек, у которого, ну, вот, человек со своей, грубо говоря, мечтой, всегда найдет способ как-то по-другому реализовать то, что ему хочется, да? Ну вот, я мечтаю быть психологом, да, я там хочу общаться с людьми, вот, психологом у меня стать не получилось, я могу общаться с людьми через другой, ну, через другую форму, другой путь, как бы, найду. Понимаете, да? Вот. И это важно учитывать тоже. Это очень важный момент, если мы об этом говорим. вот, ну и последнее, хочется сказать, что, опять же, я лично видел людей, которые занимались мечтами, мечтаниями, вот. Не заметили, как эти мечты, ну, превратились в фантазии и стали реальностью для человека. Ну вот, такой некой иллюзией, да, галлюцинацией, хотя это разные вещи. Ну вот, и человек, человек стал в этой реальности жить. Хорошо ли это? Прям, блин. Для конкретного, вот, человека, нет, это не хорошо. Ну вот, вот, как-то, как-то, пожалуй, так. Это вот, эм, то, что я мог бы вам, ну, донести сейчас, вот, э, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. А, надеюсь, что вам это было, эм, полезно и интересно. Если у вас есть, э, трудности, если вы, там, ну, грубо говоря, испытываете, вот, определенные сложности, если вас это беспокоит, волнует, э, снижает качество вашей жизни, э, то обращайтесь за помощью индивидуально. Я думаю, что, э, э, так гораздо, э, больше, э, ну, шансов вам помочь. Так гораздо больше возможностей, э, вам, э, э, ну, оказать, э, вот, э, э, необходимую помощь. Да. Э, э, за обратную связь по моему ответу буду благодарен. Э, э, желаю вам всего самого доброго. Э, э, большое спасибо вам за, э, э, такой, хороший вопрос, который позволил раскрыть некоторые моменты, надеюсь, важные. Помню, удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор В.Сухиашвили Девчонки в субтитров А.Семкин Корректор В.Сухиашвили